Итак, вводная по китайскому языку. Постараемся сразу перейти к практике и к тому, что нам понадобится в жизни. В китайском языке важна письменность, причем ее важно знать и быть незнакомым, даже если почему-то решите не писать ни одной буквы в жизни. Почему, станет скоро понятно. Значит, существует для всех языков в мире 6 уровней знаний и экзаменов, которые оценят их от 1 до 6 в английском. Это от A1 до C2. Ну и в китайском тоже есть 6 уровней экзамена. И для первого уровня, чтобы успешно создать первый уровень, нужно знать 150 слов. Вот они здесь. Это немного. Даже в сравнении с другими языками, где просят учить вокабуляр, это немного. Вот. Поэтому мы займемся тем, что выучим все эти слова и как им пользуются, и как их употреблять в предложении. Значит, ну, приступим. Китайские слова и китайская письменность. Как это все очень сильно связано. Значит, иероглифы имеют несколько особенностей. Ну, во-первых, их бывает несколько разных типов. Вот пример я взял. Все три иероглифа, все три слова существуют в списке для первого уровня. То есть, вы должны их знать сразу же. Вот это ген. И это значит электричество или что-то связанное с электричеством. Корень в словах, где электричество есть. Это ген. Основное значение точка. Вот такая точка. Или какая-нибудь другая точка. И это тоже ген. И это значит какое-то заведение. Это может быть магазин, ресторан и так далее. Почему все так абстрактно, тоже станет скоро понятно. Почему, например, это не просто магазин, это не просто точка и все. Дело в том, что раньше, в древности, один иероглиф значил одно слово. Ну, вообще, слова было мало. А в современном языке один иероглиф уже превратился в что-то такое абстрактное, вроде корня в русском языке. Например, ходить, приходить, заходить, походить. Вот там корень ход. Вот так же можно относиться к одному иероглифу. Это корень, то есть это уже понятно кое-что, но непонятно, что точно значит. А вот если иероглифа два, или она бывает три, вот тогда это полноценное, очень специфичное, четкое слово. Например, магазин – это Заведение, где занимаются бизнесом. Ресторан – это Заведение, где еда. И так далее. Значит, кроме этого, в китайском есть тональность, как вы знаете. То есть, любой слог можно сказать четырьмя способами. Вот они так изображаются. Первый тон, второй тон, третий тон, четвертый тон. Неправильно. Первый тон, второй тон, третий тон, четвертый тон. Окей. Называется, читается так. Возьмем какой-нибудь слог, вот тот же Ден, да, у нас был Ден. Кстати, вот этот Ден, этот четвертый тон. Прочитаем просто вот этот слог, просто ничего не значит Ден, четырьмя тонами. Ден, 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 Ден. Ну и понятно, что эти диаграммочки, они обозначают падение и возвышение звука, голоса. Запомните, это на самом деле еще можно по-другому. Опять же, это несложно. Значит, вот есть у вас комфортный ваш голос, ваша высота звука. Например, вот я говорю вот так, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это какая-то нота, но это не важно. Тогда первый тон, это мой же голос, но чуть выше, чем мне комфортно обычно говорить. То есть, первым тоном я буду говорить вот так. ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Ден, 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 Ден. Второй тон, это от моего комфортного, обычного голоса, высоты моего голоса, к вот этому высокому. Ла- Ден. Третий тон, ну вот, считается, что это, что мы должны спуститься вниз, да, с высокого к низкого. но даже если вы просто низко начнете, вот я даже вот так нарисую, вот низко начать, и может быть где-то там в конце подняться, но даже это не важно. Хотя бы зачитать это низким голосом. Это уже будет третий тон. Например, Ден, Ден, ну в конце я поднимаюсь, потому что все-таки надо приподнимать. Ден, и четвертый, это мы опускаемся с высокого на комфортный, на стандартный. Ден, Ден. То есть, заметьте, все-таки третий, он самый низкий. Ден. Прямо чувствуется, что у меня голос низкий, а здесь высокий. Ден. Итак, все четыре тона еще раз. Ден, 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 Ден. Вот. Возможно, вы слышали, что если прочитать одно и то же слог, один и тот же слог разными тоннами, то получатся разные слова. Это правда. Вот мы это видим. Ден, электричество, Ден, точка, Ден. Но, даже здесь видно кое-что другое. Даже если есть слог, у которого те же буквы, звуки и тон, вот здесь четвертый тон, и здесь четвертый тон, слова все равно могут быть разными. Это важно понимать. Потому что многие потом спрашивают, почему же вот читается совершенно одинаково, значит разным. И таких слов, полных амонимов, которые читаются абсолютно одинаково, но иероглифы разные, значения разные, тоже достаточно. Поэтому, отсюда следствие, контекст в китайском языке важнее, чем в русском или в других языках. То есть важно немножко знать, о чем вообще речь. Именно немного, то есть совершенно немножко. То есть мы говорим мы вообще о бытовом, что-то о литературе, о фильме, который посмотрели. Ну вот, значит теперь из чего состоят иероглифы? И вообще какие они бывают. Но по большому счету, по большому счету, так, любительски можно их разделить на два больших типа. Это вот пиктограмма, то есть чисто изображение того, о чем мы говорим. Вот, например, пиктограмма вот эта, это изображение молнии, которое бьет из облаков, скорее всего. И мы уже сказали, что это значит электричество или что-то связанное с электричеством. Ну, все понятно. Причем, когда-то это просто значило молния, скорее всего. Вот. Это первый тип, то есть изображение того, о чем речь. А второй тип, который, например, по-русски можно назвать и называется идеофонограмма, это смесь идеи и фонограмма. То есть смесь изображения чего-то и звука, например, вот в слове ген, точка. Вот если присмотреться, сейчас перерисую ее. Вот он. Значит, если присмотреться, то можно разделить условно, вот мы видим вот такую часть и вот эту часть. И действительно, одна из них фонетик, а что такое фонетик? Это часть иероглифа, которая подсказывает, как он будет звучать. не говорит в точности, а только намекает, потому что звучать может по-разному. А часть иероглифа, ключ по-русски называется, ключ – это часть иероглифа, которая подсказывает его значение, смысл. Значит, вот здесь фонетик существует отдельно, есть вот такой вот иероглиф, без вот этих точек внизу. это и он означает что-то вроде занимать место в пространстве или занимать ресурсы, то есть, допустим, ханьцы составляют, занимают 90% населения Китая, вот это иероглифа, это джан. Но мы его даже не учим в первом уровне, он продвинутый слово такое, оно не нужно. Значит, запишем вот это вот буквы ген, иероглиф ген. Кстати, что это за буквы и зачерточки, тоже поговорим скоро. Вот, трудно в это поверить нам, но джан на самом деле в китайском языке и для китайцев напоминает ген. Ну, во-первых, видно, что окончание одно и то же. Во-вторых, еще возможно то, что когда-то в истории изменилось произношение. То есть, возможно, это тоже было, то есть, ну, мы не знаем, это могло быть ген, могло быть то, что не было вот такого звука д, то есть, в общем, эти прочтения, они похожи, они не одинаковы, но похожи. И этот джан нам намекает, как будет читаться от иероглиф. Так, теперь вот этот. На самом деле, это четыре точки. Вот. И, ну, скорее всего, это ключ, который говорит о том, что имеем дело вот с точками. Это же точка. Можно заметить, что еще вот эти четыре точки, они часто значат огонь. Вот иероглиф огонь, и вот эти четыре точки, они заменяют собой огонь. Но здесь, видимо, не огонь, потому что здесь речи об огне нет, это точки здесь. Вот. Значит, мы рассмотрели два типа иероглифа, которые бывают. Пиктограмма, изображение того, о чем речь, и идеофонограмма, смесь из фонетика и ключа, где ключ намекает на значение, и фонетик намекает на прочтение. Ну, поэтому надо знать, и как читается, и что значит, то есть просто так не поймешь, надо запоминать. Вот. Но если кому-то любопытно, на самом деле, китайские исследователи разделяют иероглифы на шесть типов, вот можно посмотреть. Первый называется сянгсин, то есть похожий образ, это то, что мы назвали пиктограммой, это просто изображение, прямо такое, самое древнее, того, о чем речь. Вот это электричество, это корова, вот у нее рога, рог. Вот это луна, это было вот когда-то вот изображение луны, там. Это гора, это вода, но это вот три таких потока. Следующий тип называется по-китайски джи ши, по-английски идеографс, по-русски может быть и диаграмма, хотя не знаю. Это практически, это похожая вещь, это тоже изображение того, чем речь, но абстрактная, потому что речь об абстрактной. Например, вот эта вот палочка, это один, две палочки, это два. Вот такой указатель, это значит вверх. Вот здесь важно понимать, что изображено дерево, а у него что-то снизу, и вот это снизу, это корень, и вот эта рога значит корень. То есть изображен-то не сам корень каким-то там рисунком, да, а намек есть. Вот смотрите, дерево, и у него что-то есть. Вот это значит атаковать. Здесь у нас есть человек и сабля. Вот, то есть это идеографы, или джиши, они похожи в чем-то на сянсинг, но это речь об абстрактной. Дальше, третий тип, это сингсан, это вот то, что мы назвали идеофонограммой. Самый распространенный сейчас тип, когда смешано ключ и фонетик, две части. Одна намекает, как произносить, другая намекает, о чем речь. Вот, например, вот это бан, это доска, ну, любая поверхность, доска. И вот здесь в скобочках нарисовано, из чего он состоит. Вот слева пририсовано иероглиф дерева, и он намекает на смысл. А справа иероглиф, который сам по себе есть, но он читается фан. Заметьте, да, это бан, это фан. Так что это фонетик, это ключ. Вот еще, ну, примеров таких много, да, вот мы сказали, вот ген, пример, ключ, фонетик. Вот, вот таких иероглифов большинство в языке. Поэтому важно знать, что ключи, что такое фонетики, где, замечать их где-то. Значит, изначально было создано и существовало 540 ключей, вот они были закончены аж во втором веке. А пищность в Китае вообще существует официально подтверждена с пятого века до нашей эры, но есть и другие истории. Значит, эти 540 сократили до 214 во время династии Чинь, где-то с 17 по 20 век, и до сих пор их 214. Вот они. Это ключи. Некоторые из них значат что-то сами по себе, это слова какие-то, а некоторые просто не существует. Отдельных нужно пририсовывать какому-то иероглифу. Значит, их можно учить отдельно выписывать, можно постепенно выучивать, когда натыкаешь на новый иероглиф. Это есть разные способы, но как-то вот знать, что они есть, иероглиф. 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 Иероглиф.